Вот он тот самый парк, а точнее то, что от него осталось, придать новую огранку Изумрудного. Сегодня пытаются общественники, политики, бизнесмены, ну и, конечно же, жители краевой столицы. Итак, сегодня завершилось первое публичное обсуждение по поводу того, каким будет будущий парк, парк Изумрудный. Есть три основные концепции. Итак, первый проект презентовала творческая мастерская архитектора Аниси Форова, но вот сам Петр Иванович его и презентовал нам и общественности. По его мнению, парк должен остаться, остаться в том виде, в котором он сейчас есть. Единственное, что его надо несколько освежить. Но, опять же, никаких-то там глобальных изменений не должно быть. То есть озеро, там, где оно сейчас есть, нужно его реконструировать. Стадион Клевчения на том же самом месте тоже требует реконструкции. Все прелести парка, они должны быть и исторические, и современные, и там предусмотрены. И не может быть никакого вопроса о новом большом грандиозном строительстве. А ландшафтная и парковая скульптура и архитектура там должны присутствовать на современном уровне. Второй проект можно так назвать под одним названием «Бизнес-парк». То есть его авторы решили разграничить зону. Это бывшее кладбище. Его назвали «Зоной покоя». А остальное отдали на различные локации. Например, там планируется открытый пляж, закрытый пляж. И самое главное, одно из самых главных условий – это спортивные площадки. Их планируется объединить. Это Ледовый дворец, который строится, до сих пор строится. Это стадион Клевчения. И еще они предлагают построить еще один новый спортивный объект, где, возможно, будет секция баскетбола. То, о чем мечтают многие мальчишки, любители этого вида спорта. Спортивный комплекс, который, по сути, по меркам других спортивных комплексов, достаточно компактный, комфортный, который будет занимать всего лишь 3,5 тысячи квадратных метров. Пятно вырубки на сегодняшний день по площади гораздо больше. Еще одно главное отличие второго проекта от других – это то, что он предполагает инвестиции, но не государственные инвестиции, а частные. Например, авторы считают, что этому проекту нужен меценат. И, по их словам, они уже нашли средства на его реализацию. Третий проект называется «Горсад». Его предлагают общественники во главе с Владиславом Вакаевым. Он чем-то похож на второй проект. Там также предполагается, что на месте кладбища будет мемориальная зона. Но уже не зона покоя, а мемориальная зона. А остальная территория также будет отдана на различные объекты, проекты, и в том числе спортивного характера. Мы исходим из того, что этот проект должен финансироваться за счет краевого бюджета и федерального бюджета. Эти средства в стране есть для того, чтобы получить город, получить современное передовое общественное пространство, зеленую зону, где можно отдыхать, проводить время. Как говорили сегодня участники «Круглого стола», у всех трех проектов есть, конечно же, плюсы и минусы. Кто-то предложил взять самое лучшее у одного проекта, у другого объединить уже в четвертый, может быть, какой-то проект. Тем не менее, участники сегодня же проголосовали за какой-то понравившийся проект и предлагают проголосовать, в том числе и жители Барнаула, в глобальной сети. Вот каким будет парк «Изумрудный», какой он получит огласку, решать всем нам. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком. Кирилл Политов. День с толком.